Три года длилась модернизация регионального образования. За это время многое поменялось. Новый толчок для развития получили все уровни системы, от дошкольного до профессионального. Последний, пожалуй, претерпел самые крупные изменения. 44 учебных заведения среднего профессионального образования в Бурятии объединились. Мы находимся в режиме инноваций, как учреждение, имеющее филиал. На территории Кабанского района был такой техникум, как Каменский техникум строительства и предпринимательства. И вот в 2011 году постановлением правительства его присоединили к нам. В связи с этим я хочу сказать, что на территории Республики Бурятии оптимизировалась сеть учреждений профессионального образования. Заработная плата педагогов теперь в среднем составляет 26 тысяч рублей. Однако по-прежнему в Республике сохраняется острая нехватка учителей. Недостаточно педагогов по математике и иностранному языку. Возможно, поэтому на российских олимпиадах по точным и естественным наукам Бурятия пока терпит лишь поражение. По данным ЕГЭ у нас ситуация более-менее стабильная. Но вот что касается высоких результатов достижений в области математики, физики, химии, биологии, то здесь еще предстоит серьезно нам поработать. Я имею в виду олимпиадные движения, и нам на самом деле нужно сегодня формировать такой пул хороших учителей, которые готовы работать с одаренными детьми. Впереди дальнейшее оснащение учебных заведений электронными системами, а также введение ЕГЭ для учеников девятых классов. На особый контроль взята и безопасность школ. Что касается проведения Байкальского образовательного форума, то в этом году он пройдет с 3 по 5 июля. Его главной тематикой станет ребенок. Зоя Цыниншеева, Даршичий Допов, Новости дня.